Друзья, спеша, 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 как бы в путь, я хочу сказать, что Бог благ. Амин. Кто из вас вчера был на пасхальном седоре? Вот часть людей. А кто сегодня записан? Я вас прошу, если вас не удается это сделать, постутитесь к кому-то домой. Еще есть несколько дней, чтобы можно провести этот седор вместе. Я сегодня хочу сдать вообще как бы такое послание, которое я, может быть, до этого не говорил никогда, но очень хотел говорить. Раздели хлеб бедности с твоим гостем. Пасх, Пасха, Песах, это время, когда семьи собираются вместе. Песах это не только коллективное празднование победы над грехом, либо рабством. Песах это также семейные взаимоотношения и часть нашей жизни. Когда мы начинаем Песах? Песах мы начинаем традиционно 13-го Ниссана, извините. 13-го Ниссана мы, держа в руке мацу, приглашаем к себе разделить эту мацу. Всех. До действительности, Агнец, который был заклан в пасхальную ночь, дал возможность евреям выйти из Египта. Ангел смерти прошел мимо, но нечто особенное происходит, когда мы, держа в нашей руке хлеб, и говорим, раздели со мной этот хлеб. И мы говорим, вот скудный хлеб, который ели наши предки в стране египетской, всякие, кто голоден, пусть придет и ест. Очень важная фраза, потому что в этом существует некое единство, сотружество и понимание с ближнему своему. Об этом говорит Писание. Возлюби ближнего, как самого себя, и может быть даже больше. Потому что отдавая и разделяя с ним хлеб насущный, мы показываем нашу открытость. Послание Иоанна, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Есть такие слова, которые запоминаются каждому человеку. Ишуа сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать. Интересный момент, потому что это все происходит во времена Песоха. Во время жизни Ишуа, вся его жизнь вела к той кульминации, которую мы называем Голговский крест. Но в этом есть еще суть. Удивительная фраза, многие из нас не понимают ее, потому что Ишуа говорит, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать. То есть не будет желать кушать. Разве мы не кушаем? Разве мы не кушаем пищу? Но есть что-то большее. Он говорит, я есть хлеб жизни, и что этот хлеб должен быть преломлен. Меня всегда впечатляло одно противоречие, которое мы встречаем во время праздника. В начале Пасхи, в начале Песоха, нашего праздника, мы называем хлеб или мацу хлебом бедности. Не замечали никогда? Он говорит, вот скудный хлеб, хлеб скудости или бедствия нашей беды. Это хлеб, который чистый. То есть мука и вода. Без примесей, без всяких подоплеков. Это невзросший на дрожжах. Свобода без дрожжей, это свобода без греха, свобода без подмены понятий. И в этот раз мы говорим, вот этот хлеб бедности. А потом мы говорим, вот хлеб свободы. Каким образом, знаете, вот каким образом хлеб бедности становится хлебом свободы? Во многих из нас такое противоречие вызывает недоверие к Торе. То есть, другими словами, когда вначале мы говорим, что это хлеб бедности, а потом мы говорим, вот хлеб свободы. Но знаете, не стоит торопиться с выводом. Тора сама о себе может позаботиться. Она дает ответы на многие вопросы. В самой Торе сокрыты откровения не только мировоззрения. Как создан мир. Почему мы на этой земле? Что нам нужно делать? Но там сокрыта сущность и раскрывается причина исхода еврейского народа. Друзья, это не просто был один единственный исход евреев из Египта. Это была картина, которая проекцировала на будущее. Это не простой исход. Он был нарисован Всевышним для того, чтобы все человечество вышло из плена. И это независимо, в какой стране, где бы ты ни находился, независимо от событий. Бог желает, чтобы мы были свободны. Это было исходом. Это была проекция в исход. Сегодня мы также, празднуя Пасху, Песах, мы смотрим в будущее и мечтаем о бедилии нашего бытия. Таким был исход. Исход в то время, они, выходя из рабства, уже видели ту свободную землю, то идеальное место, где бы они могли взращивать своих детей, свое потомство, свое будущее. Так что же все-таки символизирует Маца? Бедность или свободу? Некое противоречие. Для того, чтобы иметь свободу и пережить сладость выбора жить без гнета, нужно было узнать условия рабства. Без рабства, без унижения, без, знаете, вот, недоедания, тяжелой работы, именно чувство рабства, невозможно наслаждаться свободой. И потому что, когда человек рожден в свободе, он, чаще всего, он не ценит свободу, не ценит то, что мы имеем. В действительности это так. Мацу также называют хлебом пустыни. А пустыня – это место испытания, место очищения. Знаете, в пустыне Маца кажется невкусной. Когда Израиль вышел из Египта, вкушение Мацы, привычка, привыкнуть к опресноку, это всегда приносит какой-то дискомфорт. И если кто-то когда-либо пытался провести весь Песах без квасного, вы понимаете, что изначально, когда ты в первые один, два, три дня кушаешь Мацу, она что-то там не хватает. Нет соли, нет дрожжей, нет такой красоты, нет вкуса. То есть она как будто без вкуса, но это хлеб. Хлеб жизни. Вы должны понять это. Мы иногда не можем привыкнуть к этому вкусу, но проходит время, проходит час, и мы постепенно к нему привыкаем. В действительности, когда многие из нас уверовали в Иешуа, когда мы доверили Богу нашу жизнь, знаете, мы пережили что-то, вот чувство, мы как будто свободны, да, но некоторая жизнь, как христианин, как верующий человек, ты не понимаешь вкуса вот этой жизни в Иешуа. Ты не понимаешь, а в чем же смысл вот этой жизни в Боге. И только через время, когда ты вкушаешь благости Господней, когда вкушаешь Его законы, Его милости к тебе, ты понимаешь, что с Богом хорошо жить, что вкушать Его, может быть, безвкусные законы, Его правила, они помогают тебе жить счастливой жизнью. Иоанна 6, глава 35 стих, Иешуа сказал, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет ахать, верующий меня не будет жаждать никогда». Маца – это хлеб бедности, а затем свобода, после того, как евреи вышли из Египта. Как верующие люди, а я надеюсь, что тут большинство таких, мы пытаемся подражать своей жизнью апостолам, пророкам, своему Господу. Насколько это возможно? И кому как удается? Но это совсем другая история. Послание 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я подражаю Мессии». А также Павел говорит в послании к Ефесянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное». И как я уже говорил, мы пытаемся подражать Мессии. Не всегда получается. И у кого-то, как получается. Но знаете, он достоин подражения. Поэтому многие люди потом назывались христианами, потому что они отображали Мессию в своей жизни. И Павел говорит, подражайте мне, как чадо возлюбленное. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И я хочу говорить об этом. И как я уже сказал, что Бог, Он отдал Своего Сына. Подражание Ему, это подражание во всем. Но Ишуа, Он пришел в этот мир спасти человечество. Стал нашей с вами Пасхой. Исполняя Богом данный образ в пустыне. Исход из Египта, это была проекция через время на то, что сделал Ишуа. Если исход из Египта касался евреев и той небольшой группы нееврейского народа, то пасхальный исход Ишуа предоставил возможность для всего мира получить свободу от рабства любой сложности. Друзья, любой служит, каким бы ни было твое рабство. Сегодня у Бога есть ответ для твоей жизни. Послание Коринфяна, 2 послание Коринфяна, 8 глава, 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Ишуа Мессии, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. Мы говорим хлеб, мы говорим маца, Ишуа говорит, я хлеб жизни. И тут Он говорит, я обнищал, и чтобы мы Его нищетою стали богаты. Помните, я говорил, это какой хлеб? Хлеб скудости, нищеты или свободы. Есть народное понятие о хлебе, что хлеб это богатство земли. Украина и украинские поля знамениты своим хлебом. В свое время кормили Европу, кормили Азию. Мы понимаем, что такое хлеб. И хлеб это богатство земли. Если есть хлеб, то есть и изобилие. И мы при наших с вами встречах дома, проглашаем гостей, друзей, что мы чаще всего делаем? Мы делаем чай, а потом говорим, хотите хлебушка с маслом? Мы не замечали того, что мы в своей жизни, мы делимся хлебом с людьми. Но при всем этом мы не замечаем, что мы делимся нашей жизнью. Мы делимся нашей жизнью. Мы делимся нашими успехами. Мы делимся нашими переживаниями. Мы делимся нашими проблемами. Подсознательно мы готовы разделить нашу жизнь. Почему приглашаем людей разделить наши страдания? В чем истина в этом? Зачем нам в наших условиях экономическая проблема, бедствия, недостатка? Мы делимся тем, чем больше всего мы дорожим. Почему? Что должно нас отличать от других людей в этом алчном и жестоком мире несправедливости? Наверное, то, что оставил нам Ишуа. А также Исайя за много сотен лет до того, как Ишуа пришел в этот мир, он говорил о нем. Но также Исайя говорит о том, что нам нужно сделать. 58 глава, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и с китающимся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Он говорит, ты раздели хлеб. Другими словами, Песох, он продолжается в нашей жизни каждый день. Да, мы празднуем его, может быть, раз в году, но в действительности переживание Песоха и то, что происходило в Песохе, раздели с голодным, раздели с ближним хлеб твой, твою мацу, оно продолжается во всей нашей жизни. На эти вопросы, которые мы задаем, зачем делиться нашими страданиями, не может не ответить ни философы, ни ученые. На это может ответить только Писание, только Тора. Тора пересказывает нам истинную историю исхода, где красной нитью указывает нам на Новый Завет посредством Божьего Агнца. Это наш исход. Ведь в сущности Ишуа, преломив опреснок, приглашает нас с вами в его страдания. Никогда не замечали этого? Песох, раздели хлеб. И Рав Шаул пишет в первом послании к Арифе на 11 главе. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, и смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Мы ломаем хлеб бедности, чтобы стать свободными. Может, мы никогда не задумывались над тем, почему в Пасхе мы делимся хлебом. Почему мы во время хлебопреломления так же поступаем. Но всякий раз, когда мы делимся хлебом жизни, мы разделяем с людьми свою жизнь и свои трудности. История сегодня полна ужасных событий, происходящих во всем мире, с разными национальностями. И даже буквально недавно, несколько дней назад, мы перечитывали о том, что сделали исламисты ИГИЛа, зверски расправившись с христианами, арабами. Но мы также не можем забывать то, что происходило с европейским еврейством во время Второй мировой войны. Знаете, самым ужасным временем, по воспоминаниям в выживших концлагерях евреев, был январь и март 1945 года. Когда нацисты бежали с оккупированных территорий под тиском советской армии. Они оставляли все, и во многих лагерях смерти оставались слабые, больные, еле живые люди. Они оставались без еды, без воды, без обогрева, потому что это январь, февраль, март, холод европейский. Вы понимаете, мы здесь иногда в апреле замерзаем, и тогда люди тоже выживали. Они, оставаясь без еды десятками дней, без нацистов уже, не имея куда бежать, они пытались выжить. И вот одна выдержка из одного воспоминания, я не буду говорить, кто писал, просто одна выдержка, чтобы вы услышали. Когда было заделано выбитое стекло, в печке разгорелся огонь. Мы вздохнули с облегчением. Больной Тифом 23-летний франко-польский еврей предложил, чтобы каждый выделил нам за работу по кусочку хлеба из своих запасов. И все как один согласились. А еще вчера такое предложение было несмысленным. Лагерный закон гласил, съешь свой кусок хлеба, а если удастся, и кусок соседа. И он исключал такое понятие, как благодарность. В те дни первых проявлений нашей проснувшейся гуманности стало предложение поделиться хлебом. Теперь и нам вправду можно было поверить, что лагерь остался в прошлом. Оставшиеся в живых стали снова превращаться в людей. Поделись хлебом. В Песах мы это делаем. В свете пасхального исхода из рабства можно также сказать, что начав делиться едой, египетские рабы делают первый шаг к тому, чтобы стать свободными людьми. Знаете почему? Потому что тот, кто боится завтрашнего дня, никогда не будет делиться хлебом с другими. А тот, кто готов делиться с другим, уже не боится завтра. Свобода приходит тогда, когда мы понимаем, что такое Песах и что сделал Господь. Почему мы приглашаем людей разделить наши страдания? Зачем это надо? Причина. И так же Исайя продолжает ответ. Говорит 9-10 стих 58 главы. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как в полдень. Вот причина. Вот причина, почему мы делимся хлебом. Вот причина, почему мы отдаем последнее во время, не только во время Песаха, потому что, как я сказал, что Песах у нас проходит каждый день. Мы делимся хлебом, потому что мы не боимся завтрашнего дня. Мы пытаемся создать общество, с максимально проявляющей заботу о личности. Это Украина, Израиль, другие места, где люди живут. Но иногда возникает ощущение, что мы рискуем навсегда утратить свою свободу, заботиться о других. Или делать счастливой свою жизнь. Ведь свобода – это не только право следовать своим желаниям и мечтам. Это возможность защитить вдову, сироту, голодного и униженного. Это свобода. Иметь возможность стоять за справедливость. Ишуа делает нам с вами пример через приглашение в Песахе. Может быть, вы не видели таким образом тайную вечерю, каким как называется. Но послушайте, что он говорит. «Когда они ели?» Евангелист пишет, «Ешуа взял хлеб, поблагодарив, преломил, раздавая ученикам, сказал, «Примите, сие есть тело мое». В Пасхе он поделился своими страданиями со своими учениками. Песах является делением, либо поделиться с людьми с тем, что ты переживаешь. Поэтому мы начинаем пасхальное повествование об исходе с приглашением всех желающих разделить нашу трапезу, превращая таким образом бедность в свободу. Я не знаю, вы поймете ли мое послание или нет, но иногда нам нужно нашу Пасху, нашу бедность, нашу несостоятельность, то, что у нас нам больше всего нужно поделиться с другими, чтобы войти в нашу свободу. Потому что те, кто не боится будущего, те, кто делится с людьми, не боится завтрашнего дня. Второе послание к Арифинам, 9 глава, 8-9 стих. «Бог же силен обогатить вас всяким благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда пребывает вовек». Его правда. А если Его правда, то и наша правда, наши правильные дела, наше состояние сердца. Свобода, рожденная в чувствах солидарности, помогает нуждаемся и одиноким. Потому что Песох рождается в солидарности, в согласии, в движении из рабства в свободу. И это движение помогает нуждаемся и одиноким, обременными делами и вредными привычками. А мы с вами, друзья, мы с вами носим частичку свободы в себе и можем поделиться ею с другими людьми. Этим пользовали все верующие разных поколений. И Рав Шауль, то есть Павел, рассказывает об одном таком, такой истории в Деяниях Апостолов. Когда 14 дней или ночей они путешествовали по морю, их бросало из разных в этом шторме. Им казалось, что они потратят свою жизнь, утратят все, что есть. Они вымеривали глубину, они опасались, что они погибнут. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, что будто бросить хотят якорь с носа. Павел, Рав Шауль сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Другими словами, часто люди бегут с корабля, когда есть потрясения, когда есть бури, когда есть ситуации, то ли это в семье, то ли это в общине, то ли это еще в каких-то обстоятельствах. Пытаются убежать, надеясь спасти свою душу. Но солидарность в Песахе, солидарность в нашей вере, мы не можем так поступать. И Рав Шаул говорит, если они уйдут, то они спасутся. Если они не спасутся, это будет для всех не единством, а будет крушением. Тогда воины отсекли веревки и лодки, и она упала. Перед наступлением дня, говорящего Павел, уговорил всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день. Как и вы в ожидании. Остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни. Помните, мы говорили в ситуациях нашей бедности, в обстоятельствах. Мы делимся пищей, делимся тем, что мы имеем. Для чего? Чтобы жизни были спасены. Сказав это, взял хлеб, он возблагодарил Бога, перед всеми разломил, начал кушать. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Для чего? Для того, чтобы получить свободу, получить спасение от ужасов к миру. Преломить, чтобы размножиться. Вы знаете, Ишуа делал много преломлений. И одно преломление, который он сделал хлебом, который он накормил 5000 человек. Иногда, если ты сегодня в очень непростых ситуациях жизни, ты должен вспомнить, что Песох – это путь к свободе, чтобы разделить хлеб со всеми. сегодня мы чувствуем себя, как будто мы преломлены на маленькие-маленькие кусочки обстоятельствами, ситуациями. Нам кажется, что нас порвали на мелкие-мелкие кусочки эмоций. И вот вопрос – что с этим делать? Если ты чувствуешь себя преломленным на мелкие кусочки, может быть, и не на очень, то знай, что ты нужен людям. Твое преломление нужда в других людях. Люди нуждаются в тебе. Без преломления тебя не будет умножения для других. Если мы не преломимся, для других людей не будет свободы. В Пасхе ключевым действием было не только исход и избавление пасхальным агнцам, преломлением хлеба. Там было важно выйти из Египта. Многие люди, если остаются, ты можешь пройти Пасх и остаться в Египте. Но нужно пройти Пасх и выйти из Египта. И нужно пересечь море, которое стояло линией как бы пересечения прошлого и будущего. Им нужно было сделать шаг веры, чтобы вступить в Красное море. Им нужно было пересечь это море. Знаете, до действительности агнец, который они заклали, дала им свободу. То есть, другим словами, сохранила их первенцев. Как знак стало для них, чтобы выйти, не бояться, идти вперед. И в нашей жизни, мы также, принимая Ишуа личным спасителем, мы говорим, да, мы верующие, мы христиане, мы сделали эту жизнь, но мы боимся выйти из Египта. Мы боимся выйти из Египта. Ишуа, послание к Римлянам, 8 глава, 34 стих. Умер, но и воскрес. Он в Одесную, Бога, и Он ходатайствует за нас. Другими словами, Павел говорит, да, в действительности, Мессия умер, но для того, чтобы оправдать нас, для того, чтобы пересечь эту границу прошлого и будущего, нам нужно довериться Ему. Он воскрес для этого. И нам нужно делать этот шаг. Вкусив хлеб, свободный народ, не знал, что задумал фараон. Они мечтали о том месте, куда они идут. Те рассказы их родителей, всю ту красоту, которая говорится, земля полна, молоком, медом, урожаями, все остальное. Это истории. Они жили этим, и вот они вышли. Знали ли они, что враг не спит? Конечно, нет. Мы не знаем, что сейчас происходит на улице. Поэтому они всем своим сердцем стремились в будущее. Но фараон, могу сказать, что он пожалел, что он отпустил народ. Он пожалел, что он отпустил его. И решил его вернуть, либо уничтожить полностью. Знаете, и это очень страшно, потому что, не зная всех планов нашего врага, а у нас есть враг. Друзья, у нас есть враг. Мы знаем, что дьявол, враг душ человеческих, он побежден кровью Агнца, но еще не скован, еще не окончилась его власть здесь на земле. И он является господином этого мира. Хотя вся земля полна Божьей славы. И мы выживаем здесь. По милости и благости Господней, этот враг, он замыслил злое против каждого из нас. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И мы не знаем его плана, но мы знаем, что у нас есть возможность спастись. Могу только сказать, что как в то время, так и сейчас, мы уже, знаете, часто так себя переживаем с тем, что вот наша жизнь неудачная или что-то происходит. И мы находимся в грехе. Мы находимся в состоянии, где грех уничтожает нас очень медленно. Мы не замечаем некоторых привычек, нет этого состояния. Этот грех днем за днем, он, знаете, поглощает нашу жизнь. Настолько постепенно, что мы иногда не чувствуем, как мы становимся похожи на этот мир. Но только как мы делаем решение выйти из Египта, как только мы делаем решение освободиться от гнета греха, вдруг, получая свободу, через время мы чувствуем, как будто весь ад ополчился против нас. И не нужно удивляться. Абсолютно не нужно удивляться, потому что так было в первый Песах. Так произошло тогда. фараон пустил свою армию, чтобы уничтожить или вернуть обратно. Часто в нашей жизни мы тоже так переживаем. Начинают говорить нам, нам не нравится этот хлеб в жизни. Помните, я говорю, маца, вкус ей не сильно нравится. В Египте было лучше. В Египте было все. И мы начинаем задумываться, а что же христианская жизнь, верующая жизнь вешуа, мессию нам дает? Что она дает? Вроде бы вышли в свободу, в мечту, а оно не существляется. Еще нужно идти, куда-то еще достигать. Но не лучше ли вернуться туда, откуда как бы все там не так же страшно было? Ну да, мы были рабами, но не так все плохо было. Давайте, вот здесь нас ожидает западня, потому что порабощение не египтяне или грех, а он, порабощая Израиль, ругались над ними. Они плакали горькими слезами, евреи, как и мы в своей жизни. В пасхальном ужине мы делаем бутерброд Гелеля. Кто вчера был и кто будет сегодня, будут знать, что это такое. Это, в свою очередь, это такой вот бутерброд, смесь мацы, мяса, марора с хоросетом. Это смесь святой жизни, как символ. Другими словами, наша освященная жизнь в Вишуа Мессии, она будет, с одной стороны, как говорится, поделиться хлебом, хлеб вискусный, да, такой, но если есть хоросет, если есть еще марор, он вроде бы сладкий, но при всем еще дает горчинкой. И жизнь наша она так и сложена. Может быть, не совсем вкусной еды, то, что нас ожидает, но и в этом есть хорошее и плохое. В этой жизни мы переходим от очень интересных переживаний, сладостных, к очень горьким. Но сила Божья, благословение и радость, она такова, что она хочет нас везти в пустыню, а потом дать нам оазис. И мы наслаждались этим присутствием Бога каждый день. Сегодня я хочу пригласить каждого из вас сделать решение. Поделиться своим хлебом с бедным, нуждающимся. Разделиться хлебом нашего благословения. быть тем человеком, который благовествует. Если вы получили свободу, которую поставил вас Господь, почему ею не делиться с другими? Вы призваны благовествовать, а не закрываться. Если вам нужен исход в ваших обстоятельствах, в ваших ситуациях, в ваших проблемах, тогда я призываю вас выйти сегодня вперед, помолиться, принять в молитве ответственность пасхального благословения, в разделении с ближним твоим хлеба пасхального, тем, чем благословил тебя Господь. Чтобы самому стать свободным, разделить другим свою боль, страдания, как в дни исхода. Я надеюсь, что я смог донести к вам одну простую весть. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Раздели хлеб свой со своим другом или даже врагом. И вопрос остается тем же. Почему мы делим хлеб бедности с нашими близкими? Для того, чтобы войти в свободу и сказать воистине, Бог, Он силен спасти нас. Я хотел, чтобы мы сейчас ставили наши ноги. Я знаю, сегодняшнее собрание, послание быстрое. И в этом есть свой умысел, свое предозначение. Исход был быстрым, решение нужно было принимать быстро. И чтобы это, знаете, очень часто в разуме идет борьба стоит, не стоит, нужно, не нужно выходить, остаться. Если уйду, что будет там? Если останусь, что со мной случится потом? Исход это было решением за одну ночь. При всем том, что ты видишь, что Бог с тобой. Он благословлял тебя. На всех есть казни, вокруг мира мы можем смотреть казни, а над тобой, Писание говорит, воссияет солнце правды. Господь был со своим народом, но все равно Он не говорил о том, что оставайтесь в этом мире. Он говорил, не оставайтесь там, в Египте, выйдите из него, чтобы не быть наказуемым. Да, мы действительно живем в этом мире, как овцы среди волков, но мы не от мира сего. У нас есть другое мышление, у нас есть другая позиция, у нас есть другое решение, и у нас есть ответ для нас лично. Я хотел бы, чтобы сейчас наша группа славления вышла, чтобы мы могли поклоняться Богу. Если Господь тронул вас через это послание, если вы хотите сделать в своей жизни перемены, я верю, что сегодня для вас есть ответ. И перед тем, как наша группа выйдет, я хотел бы, чтобы мы помолились вот за эти простые человеческие просьбы перед Богом. У каждого из нас есть просьба, но не, знаете, вот хочется высказать, а стесняемся, написать, иногда боимся. Бог уже знает, как помочь вам. Бог уже знает, что вам необходимо. Но сегодня есть умысел, чтобы высказать это. Бог знал, что Израилю нужна была свобода, но они должны были сделать сами что-то. Давайте мы не только будем верить, но будем знать и делать добро другим самим выйти из этих проблем. Чаще всего так и получается. благословляя других, сам становишься благословением. Амин. Авин Иши Башимайм, Отец Небесный. Мы благодарим Господь Тебя за эту возможность в этот пасхальный день просто дать Твои нужды перед Тобою. Господь, мы нуждаемся в ответе. Мы нуждаемся на том, чтобы Ты ответил на те записки, которые у нас здесь записаны. Ты Бог Святой. Нет другого. Ты Святой Бог Израиля. И мы благословляем имя Твое. Ранами Твоими мы исцелились. Наши болезни Ты взял на себя. И Ты Бог наш, дающий милость и благость, дашь нам победу и выход из Египта. Мы просим прикоснись к нам. Наполни. И Ты наш Царь благословен на имя Твое. Если вам нужна молитва, если вам нужно разделить хлеб вашей бедности, чтобы этот хлеб стал хлебом свободы, я приглашаю вас сюда вперед помолиться. Если вам нужно примирение с Богом, а большинству из нас в действительности нужен исход, мы выйдем вперед, чтобы помолиться. Выйдем вперед, чтобы принять от Бога благословение и милость и благость. Пускай этот исход, он будет сильным для нас. И если завтра встретят нас друзья, гости, знакомые, поприветствуют нас, Христос воскрес, мы могли бы сказать воистину воскрес, потому что Он мой, Господь моя Пасха, Он является моей мацией. Амин. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Возьмите за руки. Святый, святый, святый Господь, Благодарим тебя, Господь, славим тебя, величаем имя Твое. Господь, стоя здесь впереди, мы сделали шаг выхода, мы сделали шаг, который помогает нам войти в нашу свободу. И сегодня, Господь, я говорю, будь свободен, будь благословен. Перед Тобой есть путь, которым ты не ходил вчера от третьего дня. Перед Тобой есть путь, который ты не вкушал до этого. Это Твоя Пасха, это Твой песок, это Твоя благодать и минус наполнись. Ишуа, это наш пасх. Ты песок, ты агнец, который умер и воскрес, взял на себя наши проблемы, наши болезни, наши обстоятельства, где говоришь, я хлеб жизни. еще вас спасибо тебе наполняй своим дыхом, исцеляй сейчас, потому что в исходе не было больных, в исходе не было хромых, в исходе не было ветхающей болезни и вещей ветхающей, в исходе была полная свобода, стремление на сион служить перед Богом, не заботиться о завтрашнем дне, потому что Бог заботился о народе своем. Сегодня для вас призыв поверь Богу, доверься Ему, и Он позаботится о тебе сегодня, И завтра и третьего дня. Адси лейко и луна, и луна, и луна, и луна. Адси лейко и луна, и луна, и луна, и луна, и луна. Адси лейко и луна, и луна, и луна, и луна, и луна, и луна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, 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 что я могу разделить этот хлеб Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Спасибо, 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 что я могу разделить этот хлеб Дима Торзок 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 О, Гавраама и Цаха Якова Презрел на нас его нем Его очи озирают всю землю Но я верю Тем, кто искренне ищет его Всегда найдет Милость и благость его Она открыта каждому из нас Пускай эти пасхальные дни Для вас будут победой Новым и неизведанным Приятным благоуханием И когда вы встретите своих друзей Скажите им Христос воскрес! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok